Сегодня мы с вами отправимся в клинику, в самую настоящую клинику, которая дарит радость материнства. Мы помогли появиться на свет более 10 тысяч детей. Ты знаешь 100 процентов, что у тебя будет здоровый ребенок. То есть вы хотите, чтобы люди теперь не наши люди ездили лечиться за границу, а чтобы к нам приезжали лечиться из-за границы. Мы в любом случае обречены на положительный результат. Ничего искусственного в наших детях нет. Это абсолютно здоровые. Я хочу донести до людей, что мы не закрытая клиника, мы открыты для всех. Но если ты взял человека, ты работаешь, пока не родится здоровый ребенок. Все, что мы сегодня увидели, и, знаешь, явилась такой фантастикой. Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова и сегодня у нас спецвыпус. Сегодня мы с вами отправимся в гости впервые в клинику. Самую настоящую клинику, которая дарит радость материнства. На сегодняшний день у нормального современного человека есть две ключевые потребности. Первая – это реализация себя. И вторая, безусловно, это его семья. И когда с семьей все окей, когда мы свободно находим себе партнера, рожаем детей счастливо, мы не видим в этом никаких проблем. Но на сегодняшний день статистика такова, что каждый пар имеет проблему с зачатием ребенка. И далеко не всегда может эту проблему решить быстро или решить в принципе. Так вот, сегодня я познакомлю вас с удивительными людьми, которые уже 20 лет помогают решать эту проблему. И которые делают невероятные чудеса в сфере ЭКО. Я не буду сегодня рассказывать прямо сейчас вам очень много, потому что знакомство с этими людьми просто перевернуло мое сознание. И я поняла, что, оказывается, нет неразвешимых случаев. И абсолютно каждая пара может иметь своих детей. И как это происходит? Что это за бизнес? Кто эти фантастические люди, которые 20 лет работали вообще без рекламы и при этом получали поток больших клиентов? Сегодня мы узнаем. Плюс ко всему мы познакомимся с настоящим инвестором. Человеком, который свои деньги инвестирует в такие потрясающие проекты. Так что смотрите до конца. Я еду, забираю Сергея, и сразу же встречаемся с вами в клинике. Здравствуйте, Александр Семенович. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня немного некомфортное состояние, потому что я пришла на прием к врачу в самом прямом смысле. Но мы сегодня такую взяли прямо на себя, мне кажется, ответственность. Потому что мне вообще почему-то сложно об этом говорить, наверное, как маме, как женщине. Но мы взяли ответственность, потому что я верю, что это видео обязательно увидят люди, которым его нужно увидеть. И для женщины, наверное, нету большей проблемы и большего несчастья тогда, когда она не может подарить жизнь. И вы как раз тот удивительный человек, который когда-то задался такой целью. Мне очень интересно узнать, как вообще, поскольку вы совладелец клиники, не просто доктор, а вы человек, который этому решил все-таки отдать свою жизнь, посвятить по-взрослому. Как вообще это произошло? Как вот начинаются, как приходят люди в такие гениальные вещи? В начале 90-х годов, в начале 90-х годов, когда я заведовал женской консультацией, мне сказали, что есть такое направление по искусственному оплодотворению и есть возможность этим заняться. Тогда это было на уровне что-то шаманства. То есть специалистов, которые занимались этими вопросами, были единицы по всей Украине. Но уже в тот момент я понял, что за этим будущее и ушёл на работу в частную клинику, где занимались искусственным оплодотворением. По прошествию времени, по прошествию пяти лет, то есть появилось желание сделать что-то своё. Своё, которое будет выше уровнем и своё, которому я отдам потом всю свою жизнь. Вот так создавалась наша клиника. А всегда, если говорить с бизнес-точки зрения, что значит ушёл и решил создать свою клинику? То есть понятно, что нужны какие-то инвестиции, деньги. Как это происходило? Это был коллектив единомышленников, то есть это не был один Александр Семенович, это был коллектив единомышленников. То есть и с этим коллективом мы создали эту клинику. То есть вы использовали те деньги, которые у вас были между собой? Именно так, да. Именно так. Круто. А каким образом закупалось оборудование? Это же достаточно дорогие вещи. Оборудование закупалось по нашим, в общем-то, старым знакомым, с которыми мы уже знали, кто эти люди, кто поставщики оборудования. То есть и эти компании выделяли нам это оборудование, причём выделяли нам это оборудование в кредит. А в чём заключалась, вот вы работали где-то, как-то уже это ЭКО делали, захотели сделать это лучше. Как это можно было сделать лучше? И в чём заключалась ваша идея? Ну, лучше мы делаем постоянно. То есть нет такого этапа, на котором ты сделал, и всё, ты остановился. Но какая цель вообще была? Ведь ЭКО – это же достаточно рискованная вещь, насколько я знаю. То есть далеко не каждый случай, когда приходит женщина, оно вообще в обычных клиниках заканчивается положительным исходом. Именно поэтому мы впервые в Украине ввели такие программы для тех ситуаций, где мы были уверены, что мы дадим беременность, программу, где мы гарантировали результат. Вот давайте расскажите, как это возможно? Никто не гарантирует, а вы гарантируете. Нет, почему? На сегодняшний день достаточно много клиник в мире, которые то же самое гарантируют результат. Там есть каждый раз какие-то свои особенности в таких программах. Условия, когда на эти программы берут или не берут пациентов. То есть есть условия, когда определённое количество программ заканчивается неудачей. То есть что в этом случае делать? То есть всё это оговаривается изначально. Всё известно, как в конечном итоге получить этот результат. Если пациентов это устраивает, мы идём на такую программу. Получается, вот смотрите, есть какие-то варианты, когда женщина, например, не может родить, нет у неё матки. Или, например, у мужчины нет сперматозоида. Что в таких случаях вы делаете? В ситуации, когда нет матки, используется суррогатное материнство. Если мужчина не имеет сперматозоида в сперме, делаются пункции яичка. В значительной части случаев мы находим сперматозоиды там. Если мы находим, то это решение вопроса. Потому что наши технологии позволяют использовать эти сперматозоиды в наших программах. Если мы не находим эти сперматозоиды в яичке, то тогда используются сперматозоиды донора. Но это тоже вариант решения. Мне понравилось, вы рассказывали о том, как, каким образом, ну вот есть ЭКО и ИКСИ программа. ЭКО это когда, значит, или ИКСИ это вообще часть ЭКО вообще, как бы более узкая, более в узком смысле какая-то. Да, в этой терминологии путаются не только люди, которые не имеют отношения к медицине, но часто даже сами врачи часто путаются в этой терминологии. За рубежом всё достаточно просто. Есть инвитер фертализейшн, это оплодотворение в пробирке. И есть более продвинутые технологии, там ИКСИ, ИМСИ, это то, что, в общем-то, уже идёт работа с единичным сперматозоидом. У нас вопрос немножко по терминологии немножко по-другому развивался. Есть такой термин, как экстракорпоральное оплодотворение. Вот, и это такая общая тематика. В этой тематике есть оплодотворение в пробирке. То есть это когда полученные циклетки, образно говоря, просто заливают раствором спермы. И там они в течение суток определяют, оплодотворилось, не оплодотворилось. Это когда у вас много сперматозоидов лежат. Это когда много сперматозоидов, и они могут выполнить эту работу, да. Но при этом не совсем понятно, какая там была первоначальная циклетка. Непонятно, какой туда попал сперматозоид. То есть может быть один сперматозоид, может быть два сперматозоида попало. То есть там есть нюансы, на самом деле те же самые, что и в природе. Вот, но избежать этих нюансов, да, позволяет методика икси-интрацитоплазмик спермэджекшн. То есть введение сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки. Я только, знаете, еще не могу понять. Ну, если есть такая крутая технология, да, зачем вот все остальные существуют? Вообще, почему это все не делают так, как вы? Я вообще, для меня было откровением. Я первый раз узнал в жизни у вас, что можно, оказывается, заранее узнать, то есть оплодотворить несколько яйцеклеток в пробирке, выбрать нужного пола ребенка, да, и уже родить уже нужного пола, там, мальчика или девочку можно выбрать заранее, до того, как он в матку пойдет. Почему все этим не пользуются? Вы имеете в виду из пациентов? Ну, вообще люди, да, не все. Вот зачем существуют другие технологии, когда там вот, ну, до этого, о котором вы говорили, да, когда там… Или ты имеешь в виду, почему это вот другие клиники часто не делают? Да, почему другие все клиники? Потому что там, мы первый раз это узнали. Речь идет о том, что каждая технология имеет определенную сложность в своем выполнении. И эта сложность, эта сложность определяет количество специалистов, которые берутся за эту технологию. Чем выше сложность, тем меньше специалистов ее выполняют. Первая технология In-Vitor Fertilization, оплодотворение в пробирке, достаточно отработанная, достаточно проста и растережирована. Когда полученные циклетки, без всякого, в общем-то, микроманипуляции, просто поливают раствору спермы. Да, и вы даете природе самой сделать свое дело. Именно так. То есть никто не использует микроинструменты, никто не выбирает часами сперматозоиды. Сколько часов уходит на поиск и отлавливание одного сперматозоида хорошего? Это может уйти 1-2-3 минуты, а может уйти и больше часа на один сперматозоид. И если мы имеем 8-10 яйцеклеток для оплодотворения... Целый день сидите, отлавливайте их. То это уйдет уже не только день, но уйдет уже и ночь. А вот теперь ответ, почему это многие не делают. Потому что это сложно. Даже если и готовы научиться, то 10 раз подумают, насколько они готовы потом это воплощать в жизнь. Наверное, поэтому главный эмбриолог тоже является одним из владельцев клиники. Потому что отдаваться так работе... Я не представляю, сколько врач должен получать, ну вот наемный сотрудник, для того, чтобы сутками ловить сперматозоидов. Ну представляешь? А ему это нравится? Ну он этим живет. Здесь уже вопрос профессионального совершенства. Я представляю в фейсбуке ник Ловец УТП, ловец сперматозоидов. Посмотрите, я вот... А почему нет? А почему нет? Вот так можно по-разному сказать. Нет, ну это, конечно, у меня это вызывает только восхищение. Потому что... А вот у меня встречный вопрос, можно я чуть-чуть от методологии откреплюсь? А как вообще с персоналом вот в этом деле обстоят дела? Потому что мы все знаем, что медицинские работники, это... Ну сюда не приходят как бы попробовать, да? Ну нельзя прийти попробовать, столько лет отдать тому, чтобы стать вообще, получить, я не знаю, диплом медицинского сотрудника. Но при этом есть человеческий фактор, с которым мы тоже знакомы. Я представляю, каким уровнем, мало того, что профессионализма, но еще и человеческого вот этого вот достоинства, я не знаю, как это правильно сказать, нужно обладать. Как вам, как владельцу все-таки клиники, насколько сложно подбирать таких людей, которым можно обучить, довериться и доверить своих клиентов самое главное? Я скажу, что банальность, да? Кадры решают все. Да. Вот. Здесь действительно есть сложность. И эта сложность решается двумя путями, да? То есть, либо мы учим человека практически сразу после окончания института, после окончания интернатуры, ординатуры, берем и доводим... Выращивайте, пробирки. В течение... Если нашу клинику называть пробиркой, то пробирка, да. Второй вариант – это мы находим хорошего, классного специалиста, который готов поменять свою клинику на нашу, перейти работать сюда. Тогда мы его приглашаем. На рынке просто так не найти, давая объявление в газету, требуются врачи-эмбриологи. Думаю, что да. Это штучный товар. Если это корректно, конечно, к такой термин, к специалистам столь высокого уровня. Я бы хотела задать вопрос о более взрослых женщинах. Не смотри на меня, не улыбайся. Я Сергею сказал, что все, дети у меня закончились. Но он мне говорит, а если ты через 10 лет захочешь, вот, предположим, мне 35. Если я захочу 45, а сейчас есть моменты и раннего климакса, и того, что у женщины просто не получается, да, ну, потому что что-то рано стали мы стареть. Обращаются ли такие женщины в возрасте, и насколько им легко или нелегко помочь, ведь организм стареет все-таки? Ну, организм стареет с момента рождения. Репродуктивная функция женская такова, что набор яйцеклеток, которые женщина получает еще в утробе матери, постепенно расходуется. И у каждой женщины есть свой набор, свое количество яйцеклеток. И в зависимости от того, как быстро он расходовался сам по себе, либо по каким-то обстоятельствам, там, оперативное лечение, химия, лучевая терапия, но как только он закончился, наступает менопауза. Вот эти яйцеклетки, которые идут уже после 40 лет, когда уже близка менопауза, то есть они уже имеют определенный набор дефектов разных-разных, начиная от внутреннего обмена веществ, заканчивая хромосомными нарушениями. И это действительно непростая задача – получить здорового ребенка на основе таких яйцеклеток. Вы ее решаете? Мы ее решаем. Мы ее решаем. Причем решаем намного успешнее, чем это обычно делается в данном направлении. Это, можно сказать, наш конек. И мы верим, что у каждого есть шанс после 40 лет до наступления менопаузы получить рождение своего родного ребенка. У нас есть пациенты, где беременность уступала на своих яйцеклетках и в 48 лет, и в 45 лет. Поэтому мы знаем, о чем говорим, и это наша ежедневная работа. Да, это сложная работа. Да, она с высоким уровнем отрицательных результатов. То есть ваша задача – по-любому сделать так, чтобы максимально пара родила своих детей. То есть свои яйцеклетки, свои сперматозоиды. Ну, как она может родить чужих детей? Ну, по минимуму использовать донорские яйцеклетки. Я согласен, что какие бы яйцеклетки они использовали, это все равно. Ну, как это? Если мама рожает ребенка, то он не может быть чужим. Это вот говорит только, может, мужчина, который не родил ни одного ребенка. А знаете, вот как девочка, конечно, есть вот эти вопросы страшные. Потому что, как правило, что такое ЭКО? Все время это связано с гормонами, нас пугают, наколят. Будут какие-то страшные последствия, толстая, больная, рак. Ну, очень много таких вот штук, которые очень пугают женщин. Расскажите нам, это правда или нет? Это информационный фон, который существует вокруг использования медикаментов в таких программах. Он имеет под собой иногда основания, но чаще всего, то есть это уже несколько гипертрофированный взгляд на этот вопрос. О чем идет речь? Пациентка перед взятием на программу проходит полное клиническое обследование, чтобы понимали, что там достаточно безопасно использование этих технологий и этих медикаментов. Что касается рисков набора веса, то теоретически он есть, но случается достаточно нечасто. Меня очень поразило, когда вы рассказали нам в первый раз о том, что существует такой пакет услуг гарантированный. То есть когда клиент платит один раз, и при этом, если у него не получилось с первого раза или со второго раза, все эти уже растраты клиника несет за свой счет, и вы делаете это до тех пор, пока у него не получится результат. И за счет этого, вы сказали, вы стараетесь делать так, чтобы получалось сразу. Именно так. Да. Старается доктор, старается эмбриолог, старается всякий персонал, все клиники. Мне кажется, что только владельцы могли такое придумать, потому что, конечно, я представляю себе наемных сотрудников, которым, в принципе, все равно понесут ли владельцы какие-то утраты или нет, ну, не получилось. Это для чего было сделано? Для дисциплинарной, ну, собственной дисциплины? Или как вообще пришла такая мысль в голову? Потому что мы были уверены в своих силах. И когда ты уверен в своих силах, ты можешь это выполнять. Да, не всегда это бывает быстро. Да, не всегда это бывает с первого раза. Но если ты взял человека, ты работаешь, пока не родится здоровый ребенок. Ну, смотрите, вот в других клиниках, например, особенно там за границей, да, у них там, ну, как бы все просто. Ты платишь за процедуру, на которой тебе никто ничего не гарантирует. Ты пришел на ЭКО, тебе сделали процедуру, беременность не наступила, да. Ты в следующий раз приходишь, опять платишь, тебе повторяют процедуру. И так могут ее тебе повторять бесконечно, и никто каждый раз ничего не гарантирует. Вы же берете на себя смелость прогарантировать и один раз взять деньги, и их прогарантировать, что сколько бы не понадобилось процедур, вы будете делать их до тех пор, пока результат не получите. Почему больше другие не берутся за это? Меньше уверенности в собственных силах. Меньше уверенности в собственных технологиях. Мне кажется, они просто не такие изобретательные. Потому что, когда я с вами поговорил более подробно, я понимаю, что вы в каждой ситуации подходите так, что не будете… То есть, если у вас что-то не получилось, в следующий раз не будете действовать по шаблону и повторять то же самое. А вы какой-то новый способ придумаете и сделаете обязательно так, чтобы получилось. Это, мне кажется, присуще именно нашим людям. Я согласен с тем, что в случае неудачи мы всегда в следующий раз меняем подход. Мы в любом случае обречены на положительный результат. Мне нравится это выражение «мы обречены на положительный результат». А мне это интересно. Вы бывали такие случаи, когда, например, может быть, за границей, может быть, от нас приходили люди, у которых было очень много попыток, неудачных, потому что я знаю таких… Ну, слышала такие истории, когда люди и по 10 раз… Да, у нас были пациенты, которые приехали из Турции и привезли кубу программ. По-моему, там было около как раз 10 программ. И они спрашивали нас, почему же мы даем гарантированный результат, а они не могли давать не то, что гарантированные гарантии, но они в конечном итоге после 10 программ даже не дали результат. Я посмотрел эти 10 программ. Мы поменяли, сделали изменения и получили результат в первом же цикле. Нам достаточно порой небольших изменений, и добиваемся того, что не могли добиться до нас, используя только лишь одну технологию. А вы не считали приблизительно, какому количеству деток вы помогли появиться на свет? За эти годы мы помогли появиться на свет более 10 тысячам детей. То есть 500 детей в среднем в год, да? Конечно, да. То есть какой-то маленький уже такой населённый пункт, уже полностью созданный благодаря вашей помощи. Мне понравилось вот несколько ключевых вещей. Первое. То, что вы говорите, мы обречены на положительный результат. Это очень круто. Второе. Особенно для пациента, который приходит. Да, который уже много раз пробовал отрицательных результатов. Которому страшно хочется. Второе. То, что круто. Я впервые узнал о том, что можно вообще выбрать пол ребёнка. Я всегда считал, что пол ребёнка… У тебя этот пол так зацепил, у тебя есть и мальчики, и девочки. Ты тоже можешь выбрать себе, кого любить больше. Я люблю больше всех. Ну, про пол вообще для меня откровение было. И третье. То, что вы заранее уже, когда среди нескольких яцекретов, вы выбираете именно самую здоровую и гарантированно уже дрожаете ребёнка, который не будет иметь каких-то генетических заболеваний. Но этого, мне кажется, достаточно для того, чтобы вообще на все остальные страхи не обращать никакого внимания. Потому что это, ну, как по мне, перекрывает вообще всё. Это хороший старт. Это хороший старт, да. Но в процессе работы всегда появляется очень-очень много разных нюансов. И каждый раз мы решаем индивидуально. И всё равно решаем. И всё равно решаем. Всё, что стало так интересно вообще, узнать ещё больше об этой клинике. Потому что каждый раз нас окружает множество мест, людей. И мы мало знаем, кто эти люди, что у нас делается. А чудеса ведь, они рядом с нами. Я узнала только что с сайта, что X-клиник является лидером по показаниям успешности эко в Украине. Ну, слушайте, это же круто, обнадёживает. Впервые в Украине специалисты клиники получили здорового ребёнка от мужчины, у которого не было сперматозоидов в сперме. Я, честно говоря, не знаю, как это происходит. Но мне кажется, что это тоже успех. И в 97-м году Дарья Александрова Семёновича, помните этого мужчину, ведущий репродуктолог, ну, это вы уже знаете, он впервые применил X в Украине. И у рождённой девочки, представьте себе, уже есть ребёнок, зачатый естественным путём. Мне, конечно, хочется задать вопрос. Не говорит ли это о том, что скоро вообще мы не понадобимся? У нас возьмут сперматозоидов, возьмут наши яйцеклетки и будут творить другую новую нацию. Я бы отбирала очень так поактивнее самых активных сперматозоидов, самых умных яйцеклеток. Прикиньте, нация была бы. Ну, может быть, это не фантастика, а очень скорая реальность. Посмотрим. Но сексом всё-таки занимайтесь. Мирослав Иванович, нам Александр Семёнович уже рассказал, как ваша клиника образовывалась. И тогда, когда у вас небольшая команда получилась, и вот уже 20 лет вы работаете вместе. И мне по секрету сказали, что первый ребёнок в Украине по методу Икси был сделан вами. Да. Это было где-то в 96-м году. Мы с Александром Семёновичем и с командой единомышленников очень хотели именно первыми быть. И у нас получилось. Так именно не команда. Вы же лично, я знаю, что лично вы ловите этих сперматозоидов и подсаживаете их куда-то. Да. Для этого делаются микроинструменты из стекла. 20 раз тоньше человеческого волоса. 20 раз тоньше человеческого волоса. Так. И с помощью вот этих микроинструментов мы ловим лучший сперматозоид, выбираем, какой он нам больше нравится, и вводим его непосредственно в яйцеклетку. Почему никто, кроме вас, не может этого сделать больше? Делают. На самом деле делают. Просто мы были первыми. Вы были первыми. Мы были первыми, и мы наработали колоссальный опыт. И вот этими ручками, как бы я не хвастался, а это правда, около 10 тысяч людей появились на свет уже благодаря нашей работе, нашей команде. Благодаря моим рукам меньше. Немного. А скажите, вот ещё, я слышал, что вы сами делаете почему-то инструменты, которыми вы вот препарируете яйцеклетки, сперматозоиды. Почему? Да, дело в том, что покупные инструменты существуют. Их делают на заводиках сидят бабушки, женщины, и делают микроинструменты с трубочек маленьких, стеклянных, именно такие, как им показали. Но факт в том, что только эмбриолог может знать, какой инструмент нужен. И только я могу сделать себе тот микроинструмент, который мне поможет легко, качественно, минимально травматично сделать оплодотворение, получить жизнеспособный эмбрион, который приведёт к рождению ребёнка. А как вы думаете, что легче, подковать блоху или отловить эмбриона, сперматозоид правильный, и подсадить его в яйцеклетку? Дело в том, что, скорее всего, блоху легче подковать, потому что блоха достаточно большая. Она даже больше, чем яйцеклетки. А сперматозоид меньше. И сперматозоид, он подвижный. Это подвижный объект, который нужен. Который бегает, убегает от вас. Который бегает, который пытается уйти, потому что на него свет падает, он чувствует это и уходит. И нам надо, кроме этого, ещё выбрать, если много сперматозоидов, то выбрать лучший. В секунды идёт оценка лучшего сперматозоида. То есть вы их должны сразу определить? Визуально определяется, визуально подвижность его, смотрится, как он выглядит, потому что существует корреляция между внешностью и его качеством. То есть он должен быть шустрый? Он должен быть шустрый и он должен быть классический выглядеть. Как классический хороший сперматозоид. Но дело в том, что к нам уже приходят, именно с мужским фактором, очень много людей, которым многим отказывают. И даже во многих клиниках их уговаривают на донорс. То есть у них мало хороших классических сперматозоидов? Очень мало хороших классических. Но наш опыт колоссальный показывает, что они абсолютно могут иметь детей. Своих личных. То есть вы можете среди вот этого минимального количества, которое вам удается извлечь человека... Да, иногда бывает стопроцентная патология. Да, да. Но вы выходите всё равно. Существуют технологии. И с помощью... Мы делаем специальные пипетки. В покупную может такой сперматозоид не войти. Или, допустим, сперматозоиды могут быть меньше. Надо сделать меньше пипеточку. То есть мы имеем возможность сделать микроинструмент непосредственно под те сперматозоиды, которые имеет этот пациент. И помочь ему. Более того, мы можем помочь человеку, если у него в аякуляте нет вообще сперматозоида. Мы достаем из яичка малотравматично. Практически человек... 15-минутный наркоз, он может... На 15 минут уснул, да? Уснул, проснулся. Проснулся, гипс. Еще 15 минут проходит, может сесть за руль машины и уехать. Уехать. И никаких травм, никаких психологических травм. А вы потом сидите и всю ночь ловите самого шустрого. Зависит от ситуации. Иногда бывает, что их много в яичка, но они не выходят просто. Смотрите, я сейчас подумал. А зачем ловить самого шустрого? Его сложнее всего поймать, не проще ловить самого неподвижного. Если есть шустрый, это ловится самый шустрый. Иногда бывают ситуации, как раз тоже мужской фактор, когда они еле двигаются. Мы тоже можем помочь. Выберем... Существуют опять-таки технологии, которые... Выберем, это стимулируете, да? ...помогают нам выбрать то, что нужно. На самом деле, если сперматозоид живой и неподвижный, это не страшно. Нам ведь нужен только генетический аппарат, потому что яйцеклетка – это, по сути, компьютер. А сперматозоид, его можно с флешкой сравнить. И мы ничего такого не делаем. Мы просто даем возможность... Нам ведь нечестный пот оттуда забрали. ...постретиться двум клеткам. То, что в норме происходит. Потому что в норме никогда сперматозоид не проникает внутрь яйцеклеток. Он сливается с яйцеклеткой, пропускает туда свое ядро, и уже с ядром работает сама яйцеклетка. Мы делаем... Помогаем им... Это все происходит в маточной трубе у женщины. Мы же вне организма имитируем маточную трубу. Но мы делаем еще лучше. Мы выбираем лучший сперматозоид, проводим его селекцию, и уже вводим непосредственно в яйцеклетку и активируем ее. Круто. Есть специальная процедура, которая... То есть делаете процедуру запуска, да? Да, это практически как включить зажигание в машине. И есть такая процедура. Это вот как волшебство. Я вот как нормальный любой человек в детстве мечтал быть волшебником, как и все, я думаю, здесь... Но вы стали волшебником. Стал, потому что я понял, что волшебство – это технологии. Это просто технологии. Это вот здесь происходит, куда нас не пустили? Да, это комната, где непосредственно происходит оплодотворение, и происходит культивирование до пяти суток. После пяти суток мы переносим в полость матки женщины этот эмбрион, и уже там он приживается. Ничего искусственного в наших детях нет. Это абсолютно здоровые, более того, это может быть даже более развитые дети, потому что они прошли очень много процедур отбора. Ну да, вы же их оббираете вручную. Да. Если в природе там все случайно как-то происходит... Может быть, еще как шутка прозвучит, но в каждой шутке есть доля правды, что это еще очень умные дети, так как родители очень умные, что к нам пришли за помощь. Очень круто. И мы им можем помочь, потому что, опять-таки, что волшебство есть? Это технологии. Мы действительно ждали этот аппарат ультразвуковой диагностики, ждали для наших пациентов. Этот аппарат дает удивительные возможности в акушерстве и гинекологии. Ничего подобного раньше просто не было. И это сейчас в возможностях наших пациентов. Это в очень высоком диагностическом разрешении сердца плода со всеми камерами, с перегородками, с клапанами и с движением крови в этих камерах. Вот так выглядит с помощью ультразвукового оборудования лицо ребенка в 3D. Это, в первую очередь, диагностические возможности, потому что так диагностировать проблемы мягких тканей, как и делает этот аппарат, то есть ранее было невозможно. То есть, проблемы уж, но раковины. Проблемы не оба. В данном случае, если что-то возникает, это сразу видно. Это для информации медицинской. Каждая проблема, которая есть, она рассматривается через призму. Жизнеспособен ли будет плод с такой патологией после рождения? Насколько это совместимо с жизнью? И если это пороки, которые совместимы с жизнью и которые требуют потом косметологических, в течение времени, решений, то есть это одно. Если проблемы несовместимы с жизнью, то это совершенно другое. С такой степенью диагностики раньше, точности, раньше этого делать не удавалось. Это не секрет, это не секрет, что при выявлении подозрений только на пороки развития у плода в 18, в 20 недель, в 22 недели беременности, что часто само подозрение является поводом для прерывания беременности. Вот такие подозрения оправдываются потом на 95-90% случаев. 5-10% не оправдываются. А это очень серьезные моменты, которыми вот так вот пренебрегать нельзя. На сегодняшний день это единственный аппарат на Украине. И, насколько нам известно, именно в такой комплектации, с такими датчиками цифровыми, матричными, которые в реальном времени позволяют видеть 4D-изображение, это единичные аппараты в мире. Они появились только в этом году. То есть это самый хай-энд. Триместр первый очень и очень важен. И именно высокая точность диагностики на этом сроке очень важна для принятия решения, все ли в порядке с беременностью, и мы пролонгируем ее, либо там есть проблемы и требуется ее прерывание. Это действительно так. И высокая степень диагностики на этом оборудовании позволяет принять правильное решение. Ну что, а теперь самое время познакомиться с самым главным человеком, с женщиной. Ну я шучу, конечно. Сейчас мы познакомимся с вами с Еленой Яловой. Лена является инвестором. Помните, мы обещали вам про инвестора. Так вот, Елена решила выступить инвестором в данной клинике для того, чтобы, представьте себе, 20 лет вот этот большой коридор, целый этаж больницы занимает клиника, и Елена решила, что пора расширяться и вдохнуть новые силы, новые энергии в то, чтобы клиника стала более мощной, о ней узнало большее количество людей. Женщины, они такие, так что сейчас мы с ней познакомимся. Кстати, Елена уже много лет владеет крупнейшей оптовой базой Укрфлора, и я думаю, что многие ее знают в этом ключе, но сейчас самое время удивлять. Пойдемте, вы увидите, насколько прекрасные женщины готовы править этим миром. Лен, расскажите, пожалуйста, как произошло знакомство с клиникой, что зацепило, почему вдруг захотелось выступить инвестором, вообще сотрудничать с этой командой, как это происходит, это всегда всем интересно. На самом деле мое знакомство с клиникой произошло еще 16 лет назад в этом кабинете, я попала 16 лет назад, но со своей мамой. Моя мама ожидала третьего ребенка, ей было 42 года на этот момент, и наблюдались мы там совершенно в других клиниках, и приходит у меня мама на втором месяце беременности, очень расстроенная, с 10, без преувеличения коробками лекарств, ей говорят, что все эти 9 месяцев она должна провести в лежачем состоянии, никуда не ходить, не двигаться. Мало того, по всем предварительным прогнозам, генетически, как бы у таких взрослых родителей, редко рождаются здоровые дети. Ну и естественно, что состояние моей мамы, для которой это было долгожданным ребенком, было очень печальное. В тот момент у нас были одни друзья, у которых здесь получился ребенок по методике Икси, и они нам посоветовали, говорит, обратитесь, поверьте, что здесь совершенно другие уже технологии, уже никто не залечивает и по-другому совершенно относится. Мы пришли в эту клинику и спустя три недели моя мама купалась в Индийском океане, еще после этого несколько раз путешествовала, сейчас у меня подрастает здоровая, талантливая, красивая сестра, в этом году и вот 15 лет скоро будет, поэтому это, наверное, вот такая история знакомства, которая привела потом к долгой дружбе между нами и клиникой и врачами, большому, скажем, уровню доверия, когда я знаю, что я отправляла очень многих своих друзей, даже членов семьи и все получали по итогу даже с большими очень проблемами получали по итогу исполнение самого заветного своего желания это ребенка. У меня в самой родилось трое детей естественным образом, но при этом я знаю одно, что я рожала в Америке своего сына и в Америке никто мне не мог ни подсказать, ни помочь и Александр Семенович был со мной на связи, главный наш репродуктолог клиники был со мной на связи 24 часа в сутки независимо от разницы во времени он помогал, поддерживал и я могу сказать, что благодаря ему у меня сейчас здоровый ребенок. Хотя мы все говорим о том, что где-то лучше, но на самом деле у нас тоже есть достойные врачи, которые настолько заботятся о своем пациенте и обладают таким опытом, которым не обладают врачи за границей. И все-таки как произошел этот момент, когда все-таки ваши дружеские отношения перешли в бизнес? Просто всегда очень, почему я задаю этот вопрос, очень многие всегда говорят, я так хочу найти инвестора, как найти человека, который поверит на бизнес-проект, что ему показать, как это произошло и почему? В один момент Александр Семенович рассказал о том, что они ищут инвестора, были проведены переговоры рядом с очень крупных серьезных компаний, и в этот момент, вот я не знаю, мне что-то щелкнуло, я приезжаю домой к мужу, говорю, ты знаешь, я всегда хотела быть врачом, единственное, вот я боюсь крови, и по-честному из этого не поступила на медицинский факультет, я бы хотела быть врачом-психиатром. Говорит, наверное, вот это именно то, почему я хотела быть врачом, сейчас мы можем проинвестировать в этот проект, сделать его еще лучше, тем более мы в него верим, мы ему доверяем сто процентов, и я понимаю, что в такой коллаборации можно создать еще лучше продукт, и вот таким вот образом я стала манером в клинике в том числе. Ну, смотрите, вот существует как бы две проблемы, да, вот, например, есть люди, у которых есть деньги, и большая проблема, куда их вложить, чтобы это было надежно, надежно, как бы прибыльно, какой-то хороший проект выбрать. В то же время существует миллион людей, которые бегают со своими проектами, ищут инвестора, но почему-то никто не хочет им денег давать. Вот почему-то все время такое несовпадение. Одни очень хотят денег, другие хотят их дать, но они не могут между собой соединиться. Что должно произойти, каким, какой должен быть проект, чтобы вот инвестор крупный, да, такой мощный, вот поверил в него, и, ну, готов был вложить свои деньги. Потому что, я думаю, что многим, кто нас смотрит, это будет интересно. Я думаю, что самое основное в этом, это чтобы люди совпадали на каком-то психологическом уровне и на уровне ценностей. Когда ты понимаешь, что тебе с человеком комфортно в общении постоянном, ты понимаешь, что после этого ты сможешь с ним очень многие вопросы решить. Ну, естественно, что ты должен верить в тот проект, в который ты инвестируешь. Без этого никак. То есть, первое, самое главное, я так понял, человеческий контакт должен между вами произойти. Общие контакты и общие ценности. Общие ценности. Да, общие ценности они обязательно должны быть, потому что, если один привык обманывать, а другой играть по-честному, тогда точно будет конфликт. Если два человека настроены на то, чтобы работать в долг, честно и на перспективу быть клиентоориентированными, тогда у них точно все получится. Я вижу сейчас, поскольку мы общаемся, я наблюдаю за тем, что это не просто вот Элена выступила в роли инвестора, как мы себе представляем, дали денег и все. Пошло какое-то развитие, начали что-то менять. Какие вообще планы и чем вообще занимается сегодня Елена в качестве инвестора? Потому что я вижу, что интерес какой-то прям вот горящий совершенно, не просто человека, который там держите и развивайтесь. Ну, глобально мы хотим построить большую клинику, новую. Скорее всего, мы бы хотели сделать такой американский стандарт, когда мы могли бы заключать с дополнительными другими направлениями врачей, договора, пластической, например, хирургии, еще каким-то другим специальностям, которых у нас нет. И предоставлять самое лучшее при этом оборудование, палаты, сервис, комфорт. Это, скажем, в перспективе. На сейчас мы тоже покупаем передовое оборудование. Мы очень много налаживаем связи не только с Украиной, но и с миром в том числе. Есть такое понятие, как медицинский туризм. На данный момент он у нас тоже растет, и мы хотим быть непосредственными лидерами в предоставлении высокого качества медицинского туризма. Буквально месяц назад у меня были партнеры, они приехали с Германии, и они были реально под впечатлением от тех технологий, которые мы можем предложить для их рынка. В нашей клинике есть передовые анализы сфорсинхориона, которые исключают любую генетическую патологию у ребенка. То есть ты знаешь 100%, что у тебя будет здоровый ребенок. Остальные анализы, которые делают крови обычные, они не дают такого результата. У нас же этот анализ передовой, мало того, в ведущих клиниках мира ты получаешь результат этого анализа через неделю, а то и две. У нас же этот анализ ты получаешь день в день. Поэтому это тоже для очень многих, мне кажется, очень полезно, важно и нужно. То есть вы хотите, чтобы люди теперь, не наши люди ездили лечиться за границу, а чтобы к нам приезжали лечиться из-за границы, правильно? Да, я верю, что наш потенциал в врачах намного даже сильнее, чем то, что могут предложить за границей. Мало того, я не знаю, пользовались ли вы страховой медициной за границей, мне несколько раз приходилось. И это по-настоящему большая боль у людей, когда у тебя ребенка, например, температура 40, а ты в любом случае должен просидеть в очереди, независимо от того, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, ты можешь просидеть в очереди 2, 3, 4 часа. Вот, к счастью, у нас этого нет. То есть, все-таки, если у тебя есть возможность лечиться, ты можешь получить эту услугу. И, в принципе, сейчас очень хорошего качества, даже педиатрия у нас, стоматология, да, то есть стоматологи тоже на очень высоком уровне и стоят там значительно дешевле, репродуктивная медицина в том числе, да, то есть, есть очень много отраслей, которые работают не хуже, чем за границей, я бы даже сказала лучше. То есть, казалось бы, у вас бизнес такой локальный, но вы работаете на экспорт, в принципе. Мы работаем на то, чтобы быть лидерами в Украине, в первую очередь, и предоставлять самые качественные услуги. И, конечно, мы работаем и для всего мира в том числе. Мы вначале, когда начали рассказывать о клинике, мы сказали о том, что такой удивительный фактор, что, по сути, практически 20 лет клиника работала без особой рекламы, то есть, ее передавали, да, из двух рук. Я вижу, что пришел не просто инвестор сейчас, вот я вижу такого генерального менеджера, потому что встречи, то есть, заинтересованности есть еще об этом рассказать, я так понимаю. на самом деле, мы когда-то еще лет 5 назад с Александром Семеновичем обсуждали тему о том, что нужно себя продвигать намного активнее, потому что конкуренты, которые появляются, они могут не предоставлять качество, но они себя очень ведут агрессивно на маркетинговом рынке. Громко о себе говорят. Вот. И сейчас, когда я уже зашла в партнеры, я активно занимаюсь как раз тем, чтобы продвигать нас и рассказывать другим о том, что мы есть. Я уверена, что есть большое количество людей, которые нас не знают и хотят получать качественную услугу. Для многих из них мы сейчас являемся какой-то закрытой клиникой, в которой нужно идти в последний момент. А я хочу донести до людей, что мы не закрытая клиника, мы открыты для всех, мы даем большой набор различных процедур, не только ЭКО и КСИ, у нас есть там ведущая хирургия, хирургия, так называемого одного дня, когда тебе сегодня сделали операцию, завтра ты уже выписан. В Америке действует эта система и у нас тоже есть возможность осуществлять такие операции. Это взведение беременности, это суперпрогрессивные генетические тесты. Многие заявляют о том, что они делают генетические тесты, но по сути именно те передовые тесты, которые есть в нашей клинике, они недоступны другим в Украине. Для меня тоже все, что мы сегодня увидели, явилось такой фантастикой сверх моих ожиданий. И мне кажется, что если бы я инвестировал, куда-то захотел инвестировать деньги, то я бы тоже с удовольствием в такую клинику вложился, потому что это реально космос. Мне уже даже... Мне вообще кажется, знаешь, что не зря люди встречаются, потому что я уверена, вот заметь, появилась женщина, и только женщина на самом деле может понять, насколько важно это быть мамой. И вот мне кажется, что вот у Лены сейчас есть желание рассказать об этом как можно большему количеству людей, ведь потому что мы сегодня об этом говорим сейчас, мы рассказываем, но в тот момент, когда у женщины действительно есть такая проблема, когда она не может родить, или когда у нее постоянно идут выкидыши, ну, это очень страшно. И это, ну, для меня, например, это сегодня открытие и находка, потому что у меня лично есть подруга, которая несколько лет пыталась забеременеть, и приезжала, и я знаю какие-то боли, я знаю какие-то слезы для женщины, поэтому это очень круто, мне очень понравились сегодня наши специалисты, да, потому что я увидела в них людей. Так часто в докторах не хватает вот этой человечности, они говорят, если мы будем с каждым, то нас не хватит, это действительно очень сложно, мне сложно даже представить, насколько тут в бизнесе нужно быть жестким, а здесь тоже у каждой приходится своей какой-то проблемой, понятно, что женщины с гормонами, их все время штырит, и мужчины, которые срываются, это очень тяжело, но вот я как бы зашла первый раз в этот кабинет, я не могла не улыбаться, потому что это все детки, это маленькая только часть, которые появились благодаря этому, и мне очень хочется, чтобы клинику построили огромную, чтобы это все процветало, «Лена, и она не зря мама троих деток прекрасных», и вот это так круто, вот круто, что это мы несем, здорово, что у нас это есть, что это есть в нашей стране, и что самое главное, наши женщины и наши семьи получают возможность все-таки рожать своих детей, это действительно очень важно. Да, я тоже согласна полностью, я как мама троих детей знаю какое-то счастье материнства, по своим подругам знаю, насколько это больно, когда не получается, поэтому действительно это важно не только с точки зрения финансового какой-то развиваться, в любом бизнесе естественно есть финансовая составляющая, это абсолютно нормально, но я считаю, что это по-честному еще и такой социальный проект, когда мы по-настоящему дарим жизнь. Елена, а еще мы знаем, что вы занимаетесь же не только этой клиникой, есть у вас и другие бизнесы, которым вы как-то либо инвестируете, либо управляете, ну вы такой предприниматель, расскажете о каких-то своих проектах других? Ну один из проектов, которым я непосредственно занимаюсь и когда-то, скажем, это было мое детище, которое я начала развивать, это проект цветочный Украфлора, поэтому у меня весь набор есть и цветы, и дети, и семей, есть ряд еще других проектов в нашем холдинге, он довольно-таки большой, это проекты по недвижимости и проекты связанные с продуктами питания. Знаешь, после знакомства с этой клиникой сегодня я поверил в то, что любая пара может родить, то есть эти такие удивительные люди, которые найдут решение при любой проблеме вообще, для них нет нерешаемых задач. Как ты считаешь? Ну, определенные. Я уже сегодня неоднократно это сказала и даже несколько раз прогрутила комок, потому что знаю, что для женщин вопрос с ребенком любой, когда у тебя есть какой-то страх, что это вообще в принципе что-то не так идет, почему-то невозможно, возможно, она действительно очень острая и это круто, потому что я еще раз поняла, понимаешь, что мы вот так поговорим о выборе ниши, да, там, выбирайте нишу, вот представь себе, если бы Александр выбрал нишу сахара, ну, решил, типа, в сахаре больше денег и пошел бы продавать, да. С песком. Я понимаю, что все-таки гениальность такая, она дана при рождении, ну, в любом случае, и очень круто, что они же были молодыми по сути пацанами, когда они решили все-таки посвятить свою жизнь этому, представь себе, если бы они этого не сделали, ну, это же считанное количество специалистов. 10 тысяч детей за 20 лет. 10 тысяч детей. Вы знаете, мне очень хочется верить, что вот вы смотрите и вам не понадобится эта информация, вы сможете просто восхититься, но в то же время теперь вы точно будете знать, что если вы когда-нибудь услышите от своих знакомых или не дай бог столкнетесь сами с этой проблемой, вы по крайней мере будете знать, что она решаема и куда вам для этого необходимо идти. И уже ради этого нам стоило прийти и познакомиться. У меня, например, самые теплые впечатления. Просто запомните это название Иксиклиника. И пусть оно приятно будет с вами. Кстати, у них есть еще ряд других процедур, можно будет зайти на сайт, ознакомиться. В любом случае, ссылку мы точно оставим. Или если есть какие-то проблемы или есть какие-то вопросы, всегда можно обратиться. Мне сегодня очень интересно все-таки ваше мнение. Ваше мнение о том, что мы посмотрели на то, как люди и зарабатывают деньги, но при этом делают такие потрясающие вещи. То есть, это не просто бизнес, с которым могут прийти все. Мне сегодня интересно ваш взгляд со стороны на это. Что вы думаете? Насколько по вашему мнению вообще это дело является великим, важным? Кстати, как вам Елена? Всегда инвесторы представляют себе какого-то такого дядька, а тут смотрите какая молодая, красивая. Насколько вам импонируют такие люди? Может быть, насколько вы бы сами хотели такими стать? Мне, в общем, интересно абсолютно все. И если вам понравился этот выпуск, обязательно дайте об этом знать. А мы за самый такой сильный, классный комментарий разыграем очень классный приз. Но он настолько хорош, что мы сейчас о нем не скажем. Спасибо, что смотрите нас. Давайте строить бизнес вместе, смотреть, что для того, чтобы получить классные услуги, нам не нужно никуда уезжать. У нас здесь все есть. Все самые классные и умные люди здесь есть. Не будем болеть, но все же не будем переживать, что если что-то не так, это непоправимо. Поправимо абсолютно все. Но айти и зарабатывать деньги нужно, потому что все хорошее стоит денег. И это правильно. Пошли.